Добрый день, здравствуйте! Инсультные центры, профильные нейрохирургические клиники имеют высоко специализированных врачей, прошедших длительную подготовку и имеющих большой опыт. Что же происходит в многопрофильных больницах, региональных сосудистых центрах? Врач-рентген-хирург должен обладать полным объемом знаний и умением лечить различные патологии, в том числе и острый ишемический инсульт по геморрагическому типу. Сегодня тема нашей передачи «Мануал или руководство пользователя? Субрахноидальное кровоизлияние. Что делать с разорвавшейся аневризмой артерии головного мозга? С какой стороны и с каким инструментом к ней подойти?» расскажет нам один из ведущих нейроинтервентов страны, доктор медицинских наук, профессор, врач-нейрохирург военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова города Санкт-Петербург Александр Викторович Савела. Оксан Викторович, добрый день. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Ну что же, я жду от вас рекомендации опытного пользователя и все зрители тоже. Алексей Юрьевич, я бы хотел начать с того, что сейчас во многих региональных сосудистых центрах, которые сформированы, идет плановая работа, казалось бы, в основном это пациенты с ашемическим инсультом, но в любой региональный сосудистый центр всегда попадают пациенты из другой патологии, не менее, может быть, более грозной, потому что известно, что геморрагические любые события переносятся тяжелее, чем ашемические. Речь идет, конечно, о субархонодальном кровоизлиянии. Причины его разнообразны, но если мы берем нетравматическое субархонодальное кровоизлияние, то первая по чистоте причины, это, конечно, разрыв церебральной аневризмы. Казалось бы, редкость случайно попавшая аневризма в региональный сосудистый центр, но если посмотреть несколько шире, то не редкость, потому что по данным, например, аутопсий, в общем и целом в популяции церебральной аневризмы встречается чуть ли не в 5% населения. Это не значит, что все они разорвутся. Аневризмы разные и по размеру, и по локализации некоторые не узнают о том, что у них есть аневризмы, но все-таки некоторая часть пациентов перенесет тяжелое событие, которое может стать в их жизни очень, скажем так, запоминающимся и знаковым. Это субархонодальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы. Разрыв аневризмы протекает таким образом, что пациенты не могут пропустить незамеченным этот момент. Это, как описывают пациенты, пережившие разрыв аневризмы, кинжальная, самая интенсивная в течение жизни головная боль, резкая, которая нередко сопровождается и потерей сознания, и различными резко наступающими неврологическими нарушениями. Это тяжелое жизнеугрожающее состояние. Статистика последних лет говорит, что около 20-30% пациентов с разрывавшимися аневризмами могут в стационар на самом деле даже не успеть добраться, ни скорой помощи, ни самостоятельно, потому что в силу продолжающегося внутричерептового кровоизлияния, кровотечения из-за аневризма, они погибают по дороге в стационар. В стационаре такого поступившего пациентом с субархондальным кровоизлиянием важно вовремя распознать. Что я имею в виду? В последнее время, конечно, все реже, но тем не менее мы знаем такие истории, когда у пациента резко развившаяся головная боль трактовалась из-за наличия менингиальных знаков, как, например, острый менингит. Казалось бы, как можно спутать два этих патологических состояния, но тем не менее так тоже бывает, и пациенты иногда лечатся от острого менингита на протяжении нескольких дней, как правило, до повторного кровоизлияния, когда становится понятно, что все-таки для менингита клиническая картина не характерна. Нередко у таких пациентов до того, как развилось основное, самое тяжелое массивное кровоизлияние, бывают так называемые сигнальные кровоизлияния, небольшие, когда аневризма только начинает расслаиваться, разрываться, и в этот момент небольшое кровоизлияние приводит к достаточно малоинтенсивной головной боли, но к появлению опять-таки светобоязни, боязни громких звуков, и это сигнальное кровоизлияние зачастую является передвестником более тяжелого, обширного субархондального кровоизлияния из аневризма. Поэтому, ну, как мы говорим сейчас при ишемическом инсульте, если у вас перестала двигаться рука, нога или вы перестали говорить, не надо ждать, когда пройдет, да, нужно обязательно набрать 0,3, точно так же вот такая, может быть, мимолетная, но интенсивная головная боль, это не повод забыть о ней, а наоборот повод, если не вызвать 0,3, то, по крайней мере, обратиться к доктору, да, неврологу или нейрохирургу, потому что головная боль, конечно, может быть связана со многими причинами, но просто так головную боль отпускать не стоит. Если мы будем говорить об аневризмах, то я, пожалуй, начну с нескольких картинок. Можно немножко отвлечь вас все-таки, вернуться к началу? Хорошо, мы понимаем теперь, что пациент поступает с жалобами, с чего начинается оценка его клинической картины и чем она должна сопутствовать, ну, что дальше сопутствует? Это? Значит, таких пациентов, несмотря ни на что, все-таки исходно осматривает врач-невролог, потому что на этапе скорой помощи, на этапе поступления в стационар, никаким способом физикального осмотра, либо даже осмотром невролога с оценкой неврологического статуса четко разграничить между собой нарушение мозгового кровообращения по ишемическому, по геморрагическому типу нельзя. Поэтому это обязательно осмотр невролога, это обязательно сбора на амнезы, обязательно неврологический осмотр. Существующий на сегодняшний день порядок оказания помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения, это приказ 928-Н, подразумевает, что основным подозреваемым заболеванием у таких пациентов является ишемический инсульт. Помимо в этом приказе четко перечислено все, что нужно сделать с таким пациентом, вплоть до того, какие анализы должны быть сданы. Но это все немножко заточено под проведение внутривенной тромболитической терапии. Приказ, собственно, создавался как раз для того, чтобы эти пациенты быстрее получали внутривенную тромболитическую терапию. Но там есть триггерный момент, что если выявляется при компьютерной термографии субархноидальное кровоизлияние или внутричерепное кровоизлияние вообще, то немедленно приглашается нейрохирург. И вот этот момент, этот момент, когда становится понятно, что лечить этого пациента по факту наличия, в данной ситуации, что мы сегодня обсуждаем, анимеризматического субархноидального кровоизлияния, субархноидальное кровоизлияние вообще, будет, скорее всего, нейрохирург. Какой здесь принципиальный момент? Недостаточно просто диагностировать у пациента субархноидальное кровоизлияние, ни компьютерной термографии, ни лимбальной функции. Если произошло нетравматическое субархноидальное кровоизлияние, мы говорим только о нем, потому что если случилась травма, то субархноидальное кровоизлияние – это проявление повреждения центральной нервной системы, либо оболочек головного мозга, либо костей черепа. Если речь идет о нетравматическом, то есть развившемся на фоне либо полного благополучия, либо каких-то физических, эмоциональных нагрузках кровоизлияния, то здесь обязательно, обязательно нужно искать источник кровоизлияния. По одной простой причине. Если источник не найден, то мы не можем исключить повторное кровоизлияние, не можем элиминировать источник кровоизлияния. Источники бывают разные. Аневризма, артерия венозная мальформация, фистула. Бывают виды субархноидальных кровоизлияний, которые не имеют какого-либо выявляемого мафрологического субстрата. Например, так называемое перимезонцефальное неаневризматическое кровоизлияние, которое встречается у молодых людей среднего возраста, неизвестно, почему на самом деле оно происходит. Достаточно доброкачественный вариант кровоизлияния с низкими показателями инвалидизации. Пациенты после такого кровоизлияния поправляются достаточно хорошо. Но нужно быть обязательно уверенным в том, что нет морфологического субстрата. На сегодняшний день все-таки мы говорим сейчас больше об аневризмах. Если аневризма есть, аневризма привела к субархноидальному кровоизлиянию, то наша задача выключить эту аневризму из кровотока как можно раньше. Почему? Потому что чем меньше времени прошло с первого кровоизлияния, тем больше риск повторного кровоизлияния. Риски эти максимальны в течение первых 12 часов. Иными словами, пациент, перенесший субархноидальное кровоизлияние, приехавший, скажем так, в нетяжелом состоянии, для оценки состояния есть специальная шкала Ханхез, которая включает в себя 5 градаций. Вот Ханхез 1-2, состояние пациента достаточно легкое. Если случится повторное кровоизлияние из аневризма, ситуация может существенно ухудшиться и в плане тяжести кровоизлияния, и в плане прогноза для пациента. Бывают ситуации, когда выполнение КТ-ангиографии, МР-ангиографии и церебральной ангиографии для поиска источника кровоизлияния не заканчиваются каким-то определенным результатом, то есть обнаружением источника кровоизлияния. Тому есть ряд причин. Во-первых, если имеется, например, крупная гематома внутри мозговая, то в силу своего объемного воздействия она может просто мешать заполнению церебральных сосудов хорошему, да, и аневризма тоже может отрастироваться. Совершенно верно. В силу нарушений общих циркуляторных, которые тоже после бывают разрыва аневризм, такое возможно. Ну и, наконец, после разрыва аневризмы иногда аневризмы спонтанно тромбируются. Поэтому если выявлено субархмидальное кровоизлияние, но ни КТ-ангиография, ни МР-ангиография, ни церебральная ангиография не позволяет найти его причину, то стандартом является повторение такого исследования через 2-4 недели для того, чтобы источники кровоизлияния, которые были маскированы кровоизлияниями, да, или гемодинамическими расстройствами, которые развились после кровоизлияния, чтобы эти изменения регрессировали, и мы могли все-таки найти источник кровоизлияния и обезопасить пациента от повторного разрыва. Поэтому для врачей рентгеноваскулярных хирургов немаловажный момент является то, что если врач-нерохирург или невролог, да, просит сделать церебральную ангиографию диагностическую у пациента с субархмидальным кровоизлиянием нетравматическим. Ни в коем случае нельзя отмахиваться от таких просьб, потому что иногда, особенно в период, острый период кровоизлияния, информативность методов, таких как КТ-ангиография, преимущественно все-таки она выполняется в острый период, она иногда, скажем так, недостаточно. Недостаточно для того, чтобы выявить источник кровоизлияния, увидеть небольшие аневризмы, миллиардные аневризмы, увидеть минимальные изменения какие-то контура артерии, которые на КТ-ангиографии могут быть незаметны или приняты за артефакт, а при ангиографии вы можете предположить, что, возможно, это нетромбированная часть аневризмы, возможно, можете предположить, где находится сама аневризма. По локализации, кровоизлияния можно предположить, где находится источник, но это не всегда срабатывает. Исходя из этого вопрос тактически, врач-нейрохирург, посмотрев, ознакомившись с неинвазивным исследованием, может брать на стол независимо от мнения рентгенхирурга или это должно быть коллегиальное, то есть технические моменты невролог осмотрел, у чего диагноз выполнил исследование, нейрохирург осмотрел пациента, пригласил рентгенхирурга либо самостоятельно принял решение об открытом вмешательстве. Как? Давайте я аневризму нарисую для начала. Хорошо, хорошо. Значит, если мы говорим о церебральных аневризмах, то они бывают по происхождению разные, они могут быть и травматическими, и инфекционными, постслучевыми, но самая частая форма подобного рода аневризма, это аневризмы, которые называются аневризмы бифуркационно-гемодинамические. В чем смысл этого названия состоит? В том, что такие аневризмы чаще всего находятся в зоне, где происходит бифуркация артерии. В этой ситуации, когда ток крови ламинарный, направлен по крупной артерии, делится на два тока, предположим, бифуркация М1 сегмента средней мозговой артерии, здесь, безусловно, возникают достаточно сложные гемодинамические изменения, и кровоток перестает быть ламинарным. Более того, как вы видите, если ток крови направлен в зону бифуркации, то здесь он должен отклоняться в боковые ветви. И чем больше этот угол, тем большую перегрузку испытывает зона бифуркации. Дело в том, что человеческий организм устроен следующим образом. Церебральная артерия не просто представляет собой нечто ветвящееся, как дерево. И с логическими исследованиями показано, что церебральные артерии состоят из так называемых метамеров, прямых, достаточно прочных фрагментов, которые трудно растянуть или повредить. А вот в зоне бифуркации эти метамеры соединяются между собой специальными структурами, так называемыми подушечками ветвления ротора. Ну, каждый, у кого дома есть водопровод, знает, что трубу для того, чтобы разделить на две части, нужен тройник. Каждый из нас в меру, так сказать, тех прорывов трубы, которые происходят, понимает, что чаще всего разрывается не труба в прямом сегменте, а там именно, где есть тройник, либо в сторону есть вывод. Из-за того, что вот эти вот подушечки, да, ветвления ротора и зоны самых бифуркации являются более уязвимыми для механической нагрузки, именно здесь, на фоне такого стресса гемодинамического может происходить растяжение зоны бифуркации. Когда это растяжение происходит? Например, у пациентов с какими-то врожденными особенностями соединительной ткани, а могут быть субклиническими, а могут частью являться синдрома генетического, например, синдрома морфана, когда соединительная ткань просто устроена более рыхло, да, она является более мягкой. И на фоне вот этого воздействия, если еще до пациента гипертоническая болезнь, то еще добавляется, происходит сначала выпячивание в зоне бифуркации, и далее эта аневризма увеличивается в размерах, достигая порой достаточно крупных размеров, превышающих иногда и 3-5 см. Каким образом растет аневризма? Она не просто растет, как гриб, на который полил дождик, она вот растет себе и увеличивается. Считается, что вариантом роста аневризмы всегда является растяжение или расслоение ее стенки. То есть на фоне воздействия кровотока, на фоне того, что кровоток бьет прямо в аневризму, происходит расслоение стеночки аневризмы, стенка аневризма расползается, ее стеночка расходится, и вот это расслоение каждый раз, оно может закончиться либо увеличением размера аневризмы, либо оно может кончиться тем, что на фоне расслоения происходит разрыв аневризмы и кровоизлияние излияния из аневризма. Более того, сама ткань аневризмы стенки представляет собой мертвую по сути ткань, рубец, который является для организма чужеродной, и поэтому такой момент, как даже аутоиммунное воздействие на аневризму, тоже является возможным механизмом самоповреждения этой аневризмы с последующим ее разрывом. Вот такие бифуркационно-гемодинамические аневризмы чаще всего будут встречаться в клинической практике. Что касается того, какая тактика избирается, нужно сказать, что рентгендоваскулярные хирурги, безусловно, могут помочь в лечении таких пациентов, технически выполнив ряд манипуляций, эмболизацию аневризмы и, например, в ходе борьбы с развившимся констрактивно-стенотической артериопатией, хими-ангиопластику, баллонную ангиопластику, сейчас даже с применением стенд-ретриверов ангиопластику. Но нужно понимать, что выключение аневризмы из кровотока является фактором, который позволяет профилактировать повторный разрыв, позволяет развязать руки в плане терапии, в частности, поддержание умеренной артериальной гипертензии, но, тем не менее, эндоускулярный способ не решает всех проблем, которые возникают в ходе разрыва аневризма, а все-таки кровь, излившаяся в субрахноидальное пространство или вещество головного мозга, начинает уже играть самостоятельную роль в патогенезе этого заболевания. Что я имею в виду? Если имеется внутримозговая гематома, например, достаточно большого объема, больше 30 кубических сантиметров, если это происходит в полушариях большого мозга, то просто эмболизировать аневризму при наличии такого большого внутричерепного образования, гематомы внутримозговой, уже нельзя, и поэтому здесь лечение, скорее всего, будет микрохирургическим. С дренированием, то есть если... Удаление гематомы, да, и здесь различные техники возможны. Возможно сочетание эмболизации с удалением гематомы или клипирование аневризмы с удалением гематомы. Но вот в этой ситуации, обусловленной тем, что имеется выраженное объемное воздействие гематомы, просто эмболизация аневризмы, ну, будет, скажем так, неисчерпывающим лечением, не позволяющим надеяться на, скажем так, полное устранение всех патологических факторов, которые сопровождают кровоизлияние. Что касается субарахноидального кровоизлияния, то кроме того, что оно, безусловно, несет само по себе повреждающее действие, может вызывать окклюзию ликваропроводящих потей с последующим развитием, сначала окклюзионная, а потом и резорктивная гидроцефалия. Кровь, попавшая в субарахноидальное пространство, вызывает еще и рефлекторный спазм сосудов, который носит обратимый характер, то есть подчиняющийся ведению спазмолитиков на протяжении первых пяти-семи, может быть, больше дней. А далее, в силу того, что в стенке артерии развиваются необратимые изменения, по сути, гибель сосудистой стенки с образованием на месте гладкомышечных клеток рубца, отслоения эндотеля, далее эти изменения уже правильно называть не вазоспазмом, а артериопатией, потому что стенка артерии отекает, утолщается, просвет сужается, и на спазмолитические средства уже такой вазоспазм не ответит. Здесь речь только идет о баллонной ангиопластике, либо о использовании стенд-ретривера. Есть критические какие-то, какое-то критическое время? Значит, вот эта конструктивная стенотическая артериопатия, как правило, развивается на пятые-седьмые сутки, но речь идет здесь уже о начале клинических проявлений. Поэтому такие пациенты, кроме того, что оцениваются неврологически, у них обязательно выполняется транскраниальная доплерография с оценкой скоростных показателей кровотока по магистральным артериям головы и с оценкой ауторегуляции, то есть способности артерий отвечать на гипергипокапническую нагрузку, если пациент может задержать дыхание или глубоко подышать, либо на компрессионную пробу, то есть пробу с пережатием общей сонной артерии. И вот первым этапом, что происходит при конструктивной стенотической артериопатии, вот эти функциональные характеристики кровотока, реактивность, ауторегуляция начинают страдать. Как правило, это происходит за несколько суток до того, как развивается клиническая симптоматика. Это дает нам возможность вовремя констатировать тот факт, что у пациента развивается конструктивная стенотическая артериопатия и профилактировать ее медикаментозным способом. Поэтому воспринимать лечение пациента с субархноидальным кровоизлиянием из аневризма только как эмболизацию аневризма микроспиралями было бы неверно. И поэтому я все-таки уверен, что лечить такого пациента должен врач-нейрохирург. А в команде, мы говорим, командный подход, мультидисциплинарный... Должен быть помощник, который может... Безусловно, безусловно. Кто выполняет эмболизацию аневризма? Ну, в разных лечебных учреждениях это происходит по-разному. В большинстве учреждений, даже в городе Санкт-Петербурге, специалисты отделения рентгенодовоскулярной хирургии вполне успешно освоили и выполняют эмболизацию аневризма. В ряде учреждений есть нейрохирурги, которые имеют личный опыт, да, и также как рентгенодовоскулярные хирурги владеют этой методикой. Исторически, надо сказать, что, конечно, эта методика сформировалась в стенах специализированных нейрохирургических отделений. Но на сегодняшний день все эти технологии успешно тиражируются. Это хорошо, что в региональных сосудистых центрах это существует. Россия большая, да, и тут, конечно же, не открыть везде специализированные центры. Буквально еще вот на моей памяти, там, 10-15 лет назад пациент с аневризматической болезнью головного мозга, это пациент, который воспринимался как тот, кто должен быть отправлен в какой-то из нескольких крупных нейрохирургических центров. Их тогда было относительно немного. Это и Москва, Петербург, Новосибирск. Сейчас же, сейчас же, благодаря, и как бы это ни звучало под холемажем, но, тем не менее, усилием главного нейрохирурга России, да, тем программам, которые были запущены сейчас, эта технология, она должным образом тиражирована, и микрохирургическое, и эндоваскулярное лечение на сегодняшний день возможно, ну, практически в любом регионе Российской Федерации. Это правильно, потому что, если мы говорим об аневризме, не разорвавшись, условно-плановой, да, тогда пациент имеет возможность выбирать, где лечиться ему, да, читать отзывы о врачах, выбирать, где ему нравится, где не нравится. Если же случилась ситуация неотложная, разрыв аневризма, кровоизлияния, то, конечно, выбирать нет ни времени, ни возможностей, поэтому в идеале пациент должен получить качественно исчерпывающую помощь в том месте, где с ним случилась эта беда. Каковы принципы и подходы врача рентген-эндоваскулярных методов диагностики лечения на местах, в тех регионах, где нет специализированных центров или хорошо обученных нейрохирургов, которые могли бы это сделать? Ну, ситуации, когда нет обученных нейрохирургов, наверное, можно сосчитать по пальцам, но надо сказать, что, безусловно, да, в любом учреждении есть определенные предпочтения в плане выполняемого, типа выполнения вмешательства хирургического и эндоваскулярного. Ну, условно мы можем разделить все эти аневризмы, разорвавшиеся, на аневризмы, которые нужно оперировать микрохирургически, на аневризмы, которые нужно или лучше оперировать эндоваскулярно. Есть большая группа, которая может быть прооперирована и тем, и другим способом. Здесь уже вступает, скажем так, в действие и опыт специалистов, и их авторитет, да, и готовность в команде подойти, рассмотреть эту аневризму, для того, чтобы понять, каким образом лучше ее оперировать. На сегодняшний день считается, что аневризмы, локализующиеся на внутренней сонной артерии, ну, по крайней мере, доофтальмического и ниже сегмента, аневризмы, локализующиеся в вертебробазилиарном бассейне, проще и менее травматично для пациента оперировать способом эндоваскулярным. В общем и целом, я не касаюсь деталей анатомии, которые могут быть присущи той или иной аневризме. Что касается аневризм, развилки внутренней сонной артерии, то лучше эндоваскулярные или микрохирургические, здесь можно подискутировать. Что касается аневризм, бифуркации средней мозговой артерии, передней мозговой и передней соединительной артерии, которые очень часто становятся источником кровоизлияния, суммарно, наверное, в 40-х где-то процентах случаев, то здесь на сегодняшний день считается, что микрохирургическое лечение обеспечивает более надежный результат. Но все-таки эндоваскулярные методики прогрессируют. Мы на сегодняшний день можем сказать, что ко всем аневризмам нужно подходить как с точки зрения рассмотрения кандидатов этих пациентов на микрохирургическое лечение, так и эндоваскулярное. Вот эта аневризма, которую я нарисовал, ну, эта аневризма может быть извлечена любым способом, микрохирургическим или эндоваскулярным, если мы говорим о том, что это бифуркация средней мозговой артерии. Причем даже если эндоваскулярным, то различными методиками. Ну, что касается субархноидального кровоизлияния, то мы здесь ограничены несколько выберей методик. Почему? Потому что, например, применение стенд-ассистирующих технологий связано с назначением двойной антиагрегантной терапии. Это очень спорный момент, хотя, на мой взгляд, если аневризма выключена будет радикально в ходе такой операции, то риск снижается. Но здесь есть другой момент. Мы же имплантируем стенд в церебральную артерию. Снаружи находится кровь, развиваются явления, да, дисквамация эндотелия, то есть когда он просто погибает, слущивается, стенка сосудистая остается голой. Она очень ранимая, она очень тромбогенная, да, и в этой ситуации, когда мы имплантируем туда инородное тело, даже несмотря на антиагрегантную терапию, у нас стенд риск тромбоза очень большой. Второй момент. Конституционируется констрактивно-стенатическая артериопатия. Артерия сжимается, да, диаметр ее уменьшается. Мы имплантируем стенд вот в эту измененную артерию, да. Но ведь потом артерия будет восстанавливать свой нормальный просвет, она опять будет обрастать эндотелием. Как в этой ситуации приживется стенд? Ну, наверное, он приживется хуже, чем если бы мы имплантировали его в нативную здоровую артерию. И там-то тоже процесс непростой, а на фоне кровоизлияния нужно много раз подумать над тем, надо ли это делать. И если есть возможность избежать стентирования, нужно его избежать. Есть ситуации, когда микрохирургическое лечение по локализации аневризмы и по ее строению невозможно, да, выполнить вмешательство без стенд-ассистенции, имплантации стента нельзя. Ну, мы знаем все, что существует термин «off-label», работ по этому поводу все больше и больше, потому что эндоваскулярный способ лечения все-таки он все становится популярнее и популярнее. На сегодняшний день этот способ лечения остается «off-label». Но, тем не менее, результаты таких, скажем, пока, ну не серий, но небольших, скажем так, выборок наблюдений показывают, что это тоже возможно. — Главное, чтобы, наверное, мода этих вмешательств не переросла в какое-то чрезмерное. — В манию. — Да, в манию. — Ну, всегда так с новым методом бывает, которым человек овладевает, да, сначала кажется, что, как поговорка лосит, если у вас в руках молоток, все предметы вокруг похожи на гвозди. Вот когда придет понимание того, что вот это действительно гвоздь, да, его нужно забить, а все остальное не очень гвоздь, до этого момента, как бы, возможны всякие варианты все-таки избыточного применения метода. Это со всем методом, с любым медикаментом происходит, появляется новый препарат, новый способ лечения, он сначала тиражируется, сначала он вызывает восхищение, в конце концов, это приходит к тому, что расширяются к нему неоправданные показания, да, в конце концов, все это приходит через какое-то время в нормальное равновесное состояние, где каждый способ лечения имеет, скажем так, свою цену, свой вес. То же самое было с лечением маневризм, когда появилось внутрисосудистое вмешательство, например, да, то микрохирургический способ, он все-таки был доминирующим, да, отработанным, и поэтому в общественности нейрохирургически считалось, что, ну, это чуть ли не, как бы, такой вот какой-то фокус и несерьезное какое-то отношение к аневризме. Прошло достаточно большое количество лет, вышли исследования, которые показывали, что результаты, они могут быть сопоставимы, и на сегодняшний день эндоваскулярный способ вместе с микрохирургическим они плотно вошли в обиход лечения подобного рода пациентов, и уже ни у кого не возникает, так сказать, желания тот или иной способ вытеснить на периферии и всех пациентов лечить только эндоваскулярный или только микрохирургический. Применительно вот к подобному роду аневризме, давайте мы обозначим ее как аневризме разорвавшейся, значит, обозначим место разрыва, кровоизлияние, которое находится вокруг аневризмы. Ну, во-первых, где рвется аневризма, в литературе пишут, что это возможно в двух местах, это возможно в куполе, возможно в шейке, но на самом деле чаще всего аневризма разрывается в области купола, вот как раз в какой-то из моментов, когда происходит ее рост, расслоение, она может не выдержать и разорваться. Какие признаки того, что имеется разрыв аневризмы? Когда вы делаете ангиографию, если несколько аневризм, например, имеется, такое тоже возможно, то если аневризма имеет какое-то дочернее небольшое выпячивание или большую дивертикулу, то, скорее всего, это по меньшей мере странно. На самом деле это, скорее всего, в разорвавшейся аневризме место разрыва, потому что именно таким образом на фоне расслоения и растяжения происходит разрыв, и это же место является слабым местом, то есть разрыв аневризмы повторный может произойти именно тут, поэтому в качестве цели вмешательства нужно всегда иметь в виду закрытие вот таких вот слабых мест, мест выпячивания. В связи с этим неблагоприятной ситуацией является наличие, например, вот такого выпячивания в пришеечной части. Почему? Потому что закрыть пришеечную часть микроспиралями плотно сложно, и в этой ситуации имеет смысл отказаться от эндоваскулярного вмешательства в пользу нейрохирургического, например, просто потому что зона разрыва может оказаться не эмболизирована микроспиралями. Вот вся аневризма окажется микроспиралями, воспользуюсь уже третьим цветом, заполненной, а вот это место, пришеечная часть, может оказаться незаполненной в результате того, что аневризма практически полностью закрыта, кровоизлияние может случиться второй раз. Ну и нейрохирургически тоже бывают моменты, трудно подобраться к этой части. Безусловно. Она может быть и плотной, и измененной на фоне кровоизлияния, но в этой ситуации считается, что предпочтительнее, да, все-таки лечение микрохирургическое. Вернемся к нашей зеленой аневризме, в которой есть или нет дивертикулы. Надо сказать, что техника выполнения эмболизации аневризм в острый период кровоизлияния, она несколько отличается от эмболизации плановой. Ну, во-первых, начнем с того, когда эти аневризмы оперировать. Ну, мы говорили о том, что оперировать их лучше раньше, после разрыва, для того, чтобы профилактировать повторный разрыв. И, в частности, именно такая более высокая скорость, скажем так, поступления пациента в рентгеноперационное выключение аневризмы являлось фактором в одном из исследований, в котором количество повторных кровоизлияний при микрохирургическом вмешательстве было выше, чем приемом адвоскулярном. То есть даже вот эти вот 20-30 минут, может быть, час, все равно в общей выборке играли в статистику. Либо пациент оперируется сразу, либо пациент оперируется в случае тяжелого состояния, в случае неблагоприятной анатомии, уже в период отсроченный. Период отсроченный – это период, когда у пациента уже регрессируют явление вазоспазма. Это, скажем так, уже две недели, может быть, позже, но позже месяца считается холодный период. В чем вынужденный, во-первых, характер этих отсроченных операций, он несколько увеличивает риск повторных кровоизлияний, но тем не менее в холодный период, например, уже становится применение, возможно, ассистирующих техник, например, стенд-ассистирующих техник. Что касается эмболизации, то особенностью техники эмболизации является то, что для эмболизации разорвавшейся аневризмы микроспиралями необходимо выбрать микроспираль не больше ни в коем случае размера аневризмы, либо в размер, либо на 1 мм меньше. С чем это связано? Это связано с тем, что избыточный размер микроспирали на фоне разорвавшейся аневризмы сам по себе может быть фактором риска интероперационного разрыва. Второй момент. У нас есть спирали разной жесткости. Есть спирали трехмерные, достаточно жесткие, есть мягкие, есть ультрамягкие. В этой ситуации, безусловно, нужно выбирать... Есть также спирали, которые имеют разные типы жесткости, по длине. Есть спирали, которые имеют достаточно сложное устройство, которое обеспечивает перекрытие диапазона от 3 до 9 мм один размером. Но я не готов сказать, как они будут работать в этой ситуации, наверное, тоже неплохо. Но принцип состоит в том, что должны использоваться спирали очень мягкие. Опять-таки, с той целью, чтобы вызвать минимальное механическое воздействие на стенку аневризмы. Что касается плотности паковки аневризмы... Да, это самый основной вопрос для всех на местах. Ну, чтобы ангиографически добиться плотной паковки аневризмы, то есть ангиографически она не будет визуализироваться, считается достаточно упаковки в пределах 25-30% от объема аневризмы, который рассчитали. И в приложениях, и в телефоне, может у себя найти и в андроиде, и в iOS, и не одно, наверное, приложение, которое позволяет указать размер аневризмы, выбрать длину и тип микроспирали, они тоже отличаются. Да, это у всех производителей, мне кажется, это есть. Можно посчитать, какова плотность паковки сейчас. Плотность паковки – это усредненный достаточно показатель. Почему? Ведь плотность паковки можно достигнуть по-разному. Например, плотно спираль будет лежать в части аневризмы, вот здесь вот, да, а здесь будет заполняться. Плотность паковки тоже может быть 20% или 25%. Но, тем не менее, вы же видите, что часть аневризмы, она не закрыта, разорвавшаяся. Поэтому плотность паковки – это такой усредненный показатель, сколько вы объема заполнили. Но, тем не менее, ангиографическую картину тоже это не отменяет. К так называемой плотной паковке оверпекингу идеальны. Даже к тем же самым 30% в острый период разрыва аневризмы стремиться не нужно. Когда произошла окклюзия аневризмы, если вы видите, что достаточно плотно упакованная на этом фоне микроспираль аневризма, субъективный, безусловно, показатель лучше остановиться. Почему? Более плотная паковка может привести к тому, да, ведь, когда, смотрите, спираль уже там уложилась, да, следующая спираль будет себе искать место между витками. А то есть повышаем просто риск, да? Безусловно, она может найти себе место, она может найти себе место где-то как раз в зоне разрыва и вызвать перфорацию аневризма. Если при этом большая часть аневризма заполнена микроспиралями, то такая перфорация может клинически даже не проявиться, потому что это место уже, грубо говоря, изолировано от кровотока. Но, тем не менее, это событие не очень благоприятное, потому что эта зона разрыва опять остается поврежденной, она остается раскрытой микроспиралью. И вот в опыте моем были такие случаи, когда разрыв этот был настолько большим, что микроспирали из аневризма просто мигрировали через этот разрыв в субрагментальное пространство. Нужно помнить, что острый период нашей задачи – это профилактировать повторное кровоизлияние, вызвать наиболее возможно в этой ситуации полную эмболизацию аневризмы. К вопросу о лечении аневризмы до эмболизации, микрохирургии, применении других методов, ловодовертера, стенд-ассистенции, их можно решить, когда пациент перейдет в холодный период кровоизлияния, когда острота вот этих явлений, связанных с разрывом аневризма, субрагментальным кровоизлиянием, несколько регрессирует. А вот насколько высок риск повторного кровоизлияния в течение одной госпитализации при нетотальной эмболизации, то есть такого же пришечного или шечного пространства? Эмболизация сама по себе, как состоявшийся факт, может влиять по-разному на прогнозы этого пациента. Выделяют несколько вариантов или типов эмболизации. Эта классификация была предложена Реймондом и Роем, два автора, существуют ее модификации, но тем не менее, если аневризма эмболизируется полностью таким образом, что мы ангиографически ее не видим, то это тип первый. Если контрастируется пришеечная часть аневризмы, таким образом, что мы при ангиографии видим вот такой вот феномен, иногда называют его собачьим мухом, то это тип второй. И, наконец, существует третий тип, когда происходит заполнение не только пришеечной части, но и часть, собственно, самой аневризмы. Это тип третий. Третий тип выделяется два подтипа иногда. Первый – это когда заполнение происходит исключительно внутри витка микроспирали и не распространяется на область, касающаяся стенки. Этот тип достаточно благоприятный. Он, как правило, превращается со временем либо во второй, либо в первый. И неблагоприятный тип возможный – это тогда, когда выполнена неполная эмболизация, и заполняющаяся кровь, она касается в том числе и части стенки. Что касается профилактики повторных кровоизлияний, то первый и второй тип по классификации РЭМ и ТРОЙ обладают одинаковой эффективностью в профилактике повторных кровоизлияний и практически повторных кровоизлияний никогда не происходит. Третий тип является неадекватным способом эмболизации. Он допустим только в некоторых случаях, например, в ситуациях, когда имеется крупный или гигантский аневризм, который не может быть излечено радикально, ни микрохирургически, ни эндоваскулярно, тогда такая эмболизация способствует тромбозу аневризмы, хотя бы укреплению аневризмы и недопущению кровоизлияния в той части, где микроспирали находятся около стенки, потому что здесь, безусловно, произойдет тромбоз, здесь, безусловно, сформируется преграда для повторного кровоизлияния. Но опять-таки такие пациенты должны рассматриваться с нерадикальными типами эмболизации, второй, третий, в холодный период, как пациенты, которые должны получить более полное лечение в холодный период. Это может быть и имплантация сюда в последующем стента, если это аневризм с широкой шейкой, с доэмболизацией остаточной части аневризма, и имплантация флоу-дивертера. Мы с вами говорим сегодня о стентах постоянно, но еще одна техника есть, которую очень любят нейрохирурги, которые занимаются эндоваскулярными решательствами, это применение баллон-ассистенции. И вот как раз при аневризматическом субархмидальном кровоизлиянии баллон позволяет выполнить эмболизацию, удерживая иногда в широкой шейке микроспирали аневризмы, и в то же время после эмболизации баллон сдувается, удаляется, не оставляется никаких инородных тел, которые требуют назначения двойной антиагрегантной терапии в этой ситуации. Поэтому и стент-ассистенция, и баллон-ассистенция, и имплантация стента, все эти варианты, они могут рассматриваться в лечении аневризм при субархмидальном кровоизлиянии. Но еще раз говорю, техническое решение проблемы аневризмы, выключение ее из кровотока, профилактика повторного кровоизлияния, это далеко не все, что нужно сделать для лечения пациента с аневризматической болезнью баллонного мозга, поэтому все-таки лечит этих пациентов нейрохирург. – Ладно, мы определились по диаметру, по размеру, по мягкости. – По мягкости. А вот по длине. Как выбрать первую и последнюю спираль по длине? Должны быть они каких-то определенных, там все десятые, все двенадцатые и так далее. Из чего исходить начинающему врачу? Что заказать? Потому что в первую очередь инструмент должен быть на полках. Значит, ну, существует шутка, касающаяся выбора размера микроспирали, что первая микроспираль должна не подойти, а последняя не зайти в аневризму. Ну, это злая шутка, но, тем не менее, так иногда бывает. Что касается диаметра микроспиралей, то, в принципе, можно работать микроспиралями любого диаметра. Но если вы берете толстую микроспираль, восемнадцатую, или, может быть, даже больше, то нужно понимать, что микроспиралью такого размера, да, она обладает возможностью закрывать большой объем. Если вы пытаетесь закрыть ей трехмиллиметровую аневризму, то, наверное, не нужно брать микроспираль пенумбра, да, потому что, ну, она избыточна в этой ситуации. Что касается размера микроспирали, ну, ряд микроспиралей, он построен таким образом, что диаметр витка и размеры, они находятся в определенном, скажем так, соотношении друг с другом. То есть никто не выпускает микроспирали с диаметром витка 2 миллиметра длиной 30 миллиметров. Хотя такая микроспираль могла бы найти применение на самом деле, да, если она будет очень мягкой. И никто не делает спирали с большим диаметром витка, предположим, там, 8, да, и длиной 4 миллиметра. В этом нет смысла. Потому что если мы говорим о том, что мы заполняем аневризму диаметром 8 миллиметров, то размер длины должен быть в пределах 20, 25, 30, может быть, больше. То есть вам производитель не даст выбрать неправильную микроспираль. Значит, что касается эмболизации аневризм, и в острый, и в холодный период, то из личного опыта, если вы видите аневризму, там, предположим, размером 5 миллиметров, то я бы выбрал первую спираль, максимально имеющуюся у меня длины. Почему? Потому что нужно понимать... Может, все обойдется одной спиральной. Ну, во-первых, речь идет, если о разрыве аневризмы, все-таки первой микроспиралью максимально выполняем объем, а техника эмболизации в острый период кровоизлияния, она, скажем так, имеет особенности, связанные с назначением антикоагулянтной терапии. И одним из наиболее таких подходов распространенных является назначение антикоагулянтов, в частности, половины дозы гепарина после введения первой микроспирали, потому что считается, что, ну, начало положено, а аневризм каким-то образом прикрыт. И разные есть техники, да? Это и профилактическое введение интегрелина в ходе операции. Показано, что геморрагические осложнения в этой ситуации не возрастают, а количество ишемических снижается. Так вот, первая спираль длинная, во-первых, она обеспечивает уже просто введением первой спирали более полную облитерацию этой аневризмы, а второй момент состоит в том, что каждый раз, когда мы закачиваем вводить одну спираль и начинаем другую, в этот момент мы проходим определенный момент неопределенности. Как пойдет вторая микроспираль, да, как она с первой будет взаимодействовать, куда она будет помещаться, это, скажем, каждый раз некоторая загадка. Выбор доэскалации, это только... Совершенно верно. Поэтому если мы в этой ситуации вместо одной микроспирали диаметром 5 на 20 условно возьмем 5 по 10, то объем будет тот же, но потенциально проблем, которые будут возникать в этот момент, количество этих проблем может возрасти. Поэтому лучше первую микроспираль брать длинную. Что касается дальнейших действий, то существует стандартный алгоритм эмболизации аневризмы, значит, принцип 3F – фрейминг, филинг и финишинг. Сначала вводится более крупное. В случае аневризмы неразорвавшейся, это, как правило, достаточно жесткая трехмерная спираль, которая, как каркас, заполняет собой аневризму. Но, опять-таки, это весьма условное понятие, потому что... Да, она может лечь как угодно, на самом деле. Потому что, да, она может лечь как угодно, во-первых. Во-вторых, но аневризмы, они же не все круглые. Чем больше аневризма, на самом деле, отличается от шара, тем больше вероятность того, что она разорвется, потому что там гемодинамические внутри этой аневризмы отношения более сложные. После введения формально вот этой вот первой самой крупной микроспирали здесь образуется своего рода каркас, что немаловажно. Я хотел бы отметить, что и в зоне, где находится шейка, а не аневризма условно, тоже вверхи микроспирали укладываются, и в последующем микроспирали, которые вы ввете, будут упираться здесь, в эту сеточку. Далее начинается заполнение более мягкими микроспиралями. Соответственно, диаметр этих микроспиралей должен быть уменьшаться. Вы сначала, например, начали с 5 мм, вторая микроспираль либо 5, либо 4 мм меньше, она должна быть мягкая. И далее до третьего этапа, этап финишинг, так называемый. Некоторые производители даже некоторые свои микроспирали так и обзывали, финишными микроспиралями. Это, как правило, небольшого диаметра, небольшой длины, 2-3 мм, достаточно короткие, очень мягкие микроспирали, смысл которых состоит в том, что где-то уже здесь в пришеечной части, они должны очень, скажем так, хитро между существующими витками распределиться так, чтобы вот здесь, вот в области шейки, перекрыть как можно более радикально шейку и, соответственно, создать условия для полного тромбирования аневризма. Перекрытие шейки полное и заживление в области шейки – это, наверное, критический момент эмболизации аневризма в микроспирали, поэтому предложено было достаточно много подходов. И специальные устройства, которые повышают радикальность эмболизации у шейки, которые не сильно пошли на самом деле в серию. Сил своей дроговизны еще. Дроговизны, но, наверное, все-таки, может быть, они не столь совершенны. Специальные трелестники, которые устанавливались в шейке аневризма, которые вроде как должны были. Ну, пиконус – это немножко другая, это для бифукационных, но смысл приблизительно в этом же состоит. Микроспирали, которые имеют специальные покрытия, которые индуцируют на себе образование тромбов, затем коллагена. Эти подходы существуют, но если вы работаете, как правильно сказать, голометаллическими спиралями, то эффективность вашей эмболизации ниже не будет. Да, еще один момент по спиралям, если мы определились размером с характеристиками по отделению спирали, они тоже есть различные, это электролитические, механические. И как вы считаете, что сейчас более применимо, нужно ли на это обращать внимание? Формально есть несколько способов. Механический, электролитический, электротермический. Гидравлический называли? Гидравлический нет. Нет, не называли. Но они сейчас есть разве, да? Есть еще? С эндефляторами, да? С эндефляторами, да. Кодманы микроспирали отделились именно так, микроспирали баллы отделились именно так. Но тем не менее, все эти способы отделения возможны. И каждый из производителей вам расскажет, почему именно такой способ он выбрал. Электротермический способ отделения достаточно быстро, практически моментально отделяет микроспирали. Способ гидравлический тоже достаточно быстрый, но конкуренты тех, кто применял такой способ, показывают, что в момент отделения микроспирали происходит некоторое повышение давления в зоне отделения. Потому что все-таки мы не видели никогда, чтобы это приводило к разрыву аневризма, но тем не менее, мы должны избегать повышения давления в аневризме, разрывавшейся. Поэтому, может быть, это не совсем хорошо, хотя лично у меня очень хороший опыт от применения именно таких микроспиралей. Способ электролитический надежный, отделение тоже достаточно быстрое, раньше достаточно долго отделялись, они там бывало до минуты, сейчас это техника усовершенствована, поэтому отделение происходит очень быстро. Механический способ сейчас активно используется тоже. Какие есть нюансы в механическом способе? Ну, во-первых, это легко представляется и надежно. Во-вторых, если речь идет, например, об отделении электролитическом и электротермическом, то у нас формально есть максимальная часть микроспирали и есть припаянная к ней, все-таки присоединенная чем-то, система доставки. И вот эта часть, она, как правило, является достаточно жесткой, потому что нельзя сварить два материала. Если речь идет так, чтобы... Проблемы последнего витка очень... Выталкивается микрокатетер. Если мы говорим о механическом, например, способе отделения, где на микроспирали есть, ну, я так условно нарисую, шарик и есть, грубо говоря, система доставки, которая вот здесь вот находится, то вот этот шарик в системе доставки, он достаточно свободно ходит. То есть нет такой отдачи на микрокатетер и угол между катетером и спиралью, его марьировать можно, скажем так, по-разному. Но на самом деле, на самом деле разницы какой-то практической нет. Мы же не всегда отделяем микроспираль, когда у нас микрокатетер прямо вот здесь на выходе стоит. Лучше от этой ситуации избежать. От шейки мало. Лучше, лучше, все-таки, если он будет где-то стоять в теле, да, а вы за счет заполнения трехмерного шейку закроете раньше, чем вот она останется. Когда здесь оставлять шейку напоследок, это провоцирует на неполную эмболизацию амболизма. Все понятно по технике. Еще давайте откроем тему осложнений или сложностей, или трудностей, с которыми сталкивается доктор при начале. Ну, во-первых, наверное, в первую очередь можно сказать о том, что при катетеризации можно повредить купол, да, и как это происходит, что делать в связи с сложившейся этой проблемой. Ну, первое, что нужно сделать для того, чтобы не допустить перфорации проводником или микрокатетером, это, конечно, бережная, ну, как бы это ни звучало, бережная катетеризация и исключение любых насильственных движений попыткой силой продвинуть инструмент. Нужно понимать, что микропроводник, он хоть и очень мягкий, но тем не менее его усилия, особенно в разорвавшейся амболизме, если тем более это происходит в зоне разрыва, вполне достаточно, чтобы перфорировать артерию. Второй момент, когда может перфорация произойти, это захождение проводником, вы стоите проводником в амболизме, начинаете продвигать микрокатетер, и вот это вот усилие микрокатетера, передающееся на проводник, может вызвать перфорацию проводником. В возможной ситуации, когда, грубо говоря, при заведении микрокатетера вы забираете проводник, да, микрокатетер тоже в силу того, что он имеет, ну, определенную жесткость, может вызвать... У него есть напряжение, за счет которого он подается. Поэтому ни в коем случае, если вы видите, что вы толкаете вперед микрокатетер по микропроводнику, он не идет, не толкать его до тех пор, пока он пока наконец не начнет двигаться, потому что на самом деле он в этот момент где-то собирается, где-то накапливает вот эту упругость, которую он имеет возможность отыграть тогда, когда кончик его окажется в аневризме и привести к перфорации этой аневризме. Поэтому бережная катетеризация, я всегда обращаю внимание на то, что нужно взять микрокатетер, который по форме своего кончика, а кончики бывают разные, подойдет именно для этой аневризмы. Если стандартного нет, то ничего не мешает вам смоделировать на пару или на строительном фене с температурой 110 градусов. Они все оснащены специальными. Специальными, да, на специальном мандрине такую форму, которая позволит вам катетеризировать и установить этот микрокатетер без всякого насилия над ним. Более того, я стараюсь всегда катетеризировать сначала аневризму без использования проводника. То есть я прохожу дальше, извлекаю проводник, я при необходимости микрокатетер моделирую под необходимую кривизну, либо беру стандартный, который подходит, и вытягивая его обратно и дозируя, вытягивая, немножко уже поталкивая вперед, ожидаю, что если я правильно смоделировал форму, то он сам заглянет в эту аневризму без достаточно агрессивных методик, связанных с тем, что мы должны все-таки проводник туда. Если нет, да, пользуемся стандартным проводником. Пользоваться нужно аккуратно. Всегда надо быть аккуратным. В случае разорвавшейся рыбальной аневризмы это особенно актуально. А может быть то, что рекомендовать использование самых мягких, там 0,8 микропроводников, которые более... Все-таки эти мягкие микропроводники, они предназначены немножко для другого, они предназначены для использования с такими же мягкими катетерами, иногда плавающими катетерами даже. В этой ситуации их тонкость, которая является плюсом при дистальной катетеризации, малотравматичность, может не обеспечить достаточной поддержки для того, чтобы завести более толстый микрокатетер, необходимый для эмболизации микроспирали в аневризме. Потому что кончик очень мягкий, вы микропроводник туда заведете, а микрокатетер жестче, он просто по этому микропроводнику не пойдет, он вывихнет его из аневризма. Поэтому стандартно, да, 10-й, 14-й микропроводники. Гидрофильный или металлический? Как здесь? Мы стараемся все-таки пользоваться гидрофильными проводниками, все, что касается нейро-тематики. Это специализированные проводники, это транссенд, это гидрофобный траксез, если не получается с транссендом. Это для сложных случаев проводник, например, Чекай тот же самый, нейро-используемый. По сути, вот этот набор, он даст вам возможность катетеризировать практически при любой анатомии аневризму. Чекай, кстати, у них хорошая же линейка, 8-й, 10-й. Там есть в их линейке специализированный нейропроводник. Да. Да, вот именно о нем идет речь. И 10-й совместим даже с, ну скажем так, не в очень извитых артериях, даже с микрокатетерами для эмболизации, например, мальформации, то есть его можно использовать. Либо для катетеризации при аневризмах в, ну скажем так, достаточно случаях сложных, связанных с извитомостями артерии. Потому что, видимо, все-таки дизайн этого проводника взят из коронарных проводников. Ну скорее, да. И поэтому вот эти все элементы хорошей передачи толкательного, вращательного движения там сохранены. Гидрофильный проводник – это проводник, который при достаточно небольшом приложении силы, да, тем не менее, обладает возможностью, скажем так, катетеризировать при различной патологии, и мелкие, и крупные сосуды, и без достаточно большого усилия продвигаться по ним. Именно поэтому использование коронарных проводников в этой ситуации, оно является рискованным. Все-таки они предназначены для другого. Они имеют свойства несколько иные. И в частности вот жесткости свои, в том числе жесткости кончика, они, скажем так, строгим нейротребованием не удовлетворяют. Хотя я знаю, что есть ряд проводников коронарных, которые по своим свойствам близки к церебральным, да. Я не буду их специально называть, чтобы не спровоцировать использование. Все-таки нужно иметь, если вы занимаетесь нейротематикой, лечите ишемический инсульт, лечите аневризм, то все-таки нужно иметь на полке специализированный инструмент для нейровмешательства. Это к любой патологии относится. Это должно быть в понимании врача. Потому что если детали от одной машины подходят другой машины, это не значит, что это хорошо. Подошла, но нюансы, нюансы, а все в нюансах кроется, да. Они могут быть весьма расстраивающими в этой ситуации. Если мы пойдем и дальше, и допущена перфорация артерий, как поступать в этом случае? Либо проводником, либо микрокатетером он улетел. Мы видим, что он заходится за телом аневризма, за пределами купола. Может быть, это будет звучать... Все сразу просто дергать. Не паниковать, пожалуйста. Не впадайте в паник. Значит, вот эта попытка сразу удалить все, нужно остановиться и этого не делать. Почему? Потому что если произошла перфорация, микрокатетер или микропроводник, которые находятся, прошли через стенку, находятся в салутальном пространстве, они с собой закрывают зону разрыва. Если вы удалите микрокатетер или микропроводник, то зона перфорации, она будет открыта, интенсивность, соответственно, кровотечения будет более высокая. И это тот момент, когда нужно четко понять, что не надо выдергивать микрокатетер. Если вы используете баллон, ассистенцию, у вас есть баллон рядом, уже стоит напротив аневризма, то надо набрать баллон. И после этого уже, соответственно, инструмент можно будет извлечь в процессе просвета аневризма и выполнять эмболизацию. Если баллона нет, и он есть у вас где-то рядом, то имеет смысл его быстро подготовить и завести. И для того, чтобы выполнить окклюзию временной артерии, несущей аневризмы, опыт показывает, что раздувание баллона на протяжении 5 минут с дискретным сдуванием его, с реперфузией, часто приводит к тому, что аневризма, которая перфорирована, она перестает кровить самостоятельно даже. Даже если вы не успели вести еще микроспирали, то возможно, а возможно и не прекратится. В этой ситуации существует ряд рекомендаций относительно того, как действовать. Вы же понимаете, что каждый раз это в некотором роде импровизация, поэтому никаких серий крупных наблюдений по этому поводу нет. Что касается эмболизации, описана техника, когда в этой ситуации начинается эмболизация микроспиралями через микрокатетер, который перфорировал ее стенку за пределами аневризма. То есть первые микроспирали, мягкие, небольшого диаметра, они имплантируются за пределами аневризма, то есть снаружи создается своего рода каркас для того, чтобы вызвать тромбоз в этом месте, и далее микрокатетер забирается на себя, и переходит микрокатетер в аневризму, и далее происходит эмболизация, соответственно, уже аневризмы микроспиралями. Существуют описанные техники, я ими не пользовался никогда, использовали, например, препаратов типа ОНИКС, то есть это неадгезивных композиций, для того, чтобы, введя за пределы аневризма в области перфорации, создать тоже своего рода подушку, которая вот это место прикроет. Я никогда таким способом не пользовался, честно говоря. Но, тем не менее, в литературе такой способ описан, поэтому, еще раз говорю, каждый раз импровизация. Что касается радикальности эмболизации, то в случае, когда произошла перфорация, как и интероперационный разрыв, конечно, нужно стремиться закрыть аневризму полно, то есть позволить себе закрыть ее частично. Нужно понимать, что на фоне перфорации или интероперационного разрыва даже прекратившегося ангиографические кровотечения, процесс образования тромба, это процесс, который идет не в одну сторону, тромб может образовываться, может лизироваться. Собственно, и повторный разрыв и разорвавшийся аневризма – это тоже лизис того тромба, который образовался. Поэтому в этой ситуации, конечно, нужно стремиться более полно закрыть аневризму микроспиралями, не допуская частичных эмболизаций по типу третьего типа по ремонтру. Да, ну что ж, Александр Викторович, мне кажется, ну, на мой взгляд, вам очень четко удалось разложить все по полочкам, мануал удался. Естественно, эта тема очень широкая, большая, и можно обсуждать ее часами. Но какие-то ключевые моменты, я думаю, что коллегам понадобятся в дальнейшей работе, и они изложены вами чудесным образом. Спасибо вам большое за эту передачу. Всего доброго, до новых встреч. Смотрите, подписывайтесь и ставьте свою оценку. До свидания.